МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Вячеслав Разбегаев, и я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд, и многое хочу переповерить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. СОКРОВИЩА ОЗЕРО КАБАН Кто готов тратить на их поиски миллионы и рисковать своей жизнью? На данный клад наложено сильное заклятие. Я не единожды на себе все дело испытал. Что убивает охотников за пропавшей казной хана? Там кроется что-то, то, что мы не можем объяснить. И какие еще тайны хранит зловещее озеро? Вот мы снимаем, и вдруг выключается свет. Сколько же можно это колдовство? Незваный гость из космоса. А он похож именно на звук этот, на какой-то вот скрежет со свистом. То есть такой страшный звук. Но что на самом деле произошло в небе над Челябинском? Отснят был момент, когда второй неопознанный объект сбивает первую. Самолет-ракета. Почему погибло главное авиационное чудо Советского Союза? Об этом и молчают, никому ничего, никто не рассказывает. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 января 2013 года известный певец Алексей Воробьев попал в страшную аварию. Выжил чудом. За два месяца до этого казанского скульптора Мариса Циклаури арестовали по подозрению в жестоком убийстве. И примерно в эти же дни, при загадочных обстоятельствах, исчезла танцовщица казанского театра Анны Юдина. Ее растерзанное тело нашли полгода спустя. Эти три происшествия объединяет одно. И Воробьев, и Юдина, и Циклаури работали вместе. В съемочной группе фильма «Сокровище озера Кабан». На создании этого фильма продюсера Андрея Николаева вдохновили легенды, которыми овеяно самое большое озеро в Татарстане. В этом смысле Кабан не уступит знаменитому Лохнессу. Вот уже несколько веков сюда приезжают охотники за сокровищами. Их цель – несметные богатства, которые якобы покоятся на дне. Это событие 1532 года, когда, как утверждает легенда, перед взятием Казани, защитники города понимали, что не удерживают этот город. Им нужно было спасти эту казну. Каким-то образом спрятать ее, чтобы она не попала в руки московского царя. И по преданию ее спрятали в озере Кабан. В кладоискателей не останавливают ни пугающие истории о проклятии сокровищ, ни реальные факты. Дело в том, что на берегу озера регулярно бывают не только охотники за ценностями, но и журналисты. В основном журналисты криминальной хроники. На том берегу, например, у нас часто собираются любопытные компании, и практически всегда происходит одно и то же. Вечером садится компания, утром нам звонят очевидцы и говорят, что на берегу лежит двое погибших. По количеству жертв Кабан легко даст пору самым зловещим местам России. Только самоубийств здесь произошли сотни. Может быть, у озера особая энергетика? Был такой случай. Подали в розыск молодую девушку, воспитательницу детского сада, абсолютно сознательную, приличную личность. И вот пропала. Нам позвонили очевидцы и сказали, что видели эту девушку. Она бродила по берегу озера Кабан. Что заставило молодую девушку ночью бродить в зарослях, а потом пойти на лед, неизвестно. Озеро, оно имеет странную ауру. Оно на некоторых людей оказывает странные воздействия. Некоторые люди падают под его влияние, совершают поступки, и потом не помнят, что они делают. Опытные люди никогда не подходят близко к озеру. О том, чтобы здесь купаться, не может быть и речи. Хотя пасторальные берега и бескрайняя гладь просто манят к себе. Озеро лишь на первый взгляд очень жизнерадостное. На самом деле, там кроется что-то. То, что мы не можем объяснить. Наши предки объясняли это проявлением активности таких вот водяной, соуносы. Называли это татарском национальном фольклоре. Есть водяная соуносы, которая, если ты в этом озере что-то ищешь, то она придет за тобой обязательно, найдет тебя где угодно и заберет в это озеро. Актер и музыкант Алексей Воробьев в водяных не верит. А в аварии, которая произошла с ним сразу после съемок на озере, не видит ничего мистического. Это я посадил девушку за руль. Это я решил, что я могу отдохнуть, посидеть, потому что мне завтра в студию. Если бы я сидел сам за рулем, все было бы хорошо. Но почему продюсер фильма, человек далекий от мистики, верит в проклятие? И верит настолько, что даже просил благословения священника перед первым съемочным днем. История кладоискательства на озере насчитывает уже более ста лет. Во времена НЭПа предприимчивые люди собирали деньги для экспедиции. Но потом люди куда-то пропадали, и впоследствии их находили мертвыми. И все-таки однажды охотники за сокровищами сумели добраться до дна озера. В 1988 году экспедицию организовала редакция газеты «Комсомольская правда». Нашли людей, которые обладают умением искать клады. Это люди, которые обладали какими-то металлоискателями, какими-то техническими приборами. Они отправились туда, потому что, собственно, загадка сокровищ, тем более ханских сокровищ, что это не могло не вызвать такого ажиотажа. Они делали поиски в течение 10 дней. Венцом их поисков был момент, когда они вроде на дне что-то нащупали. И лебедка стала поднимать. Значит, на лодочке скопилась вся экспедиция. Вот. И вроде бы что-то поднимали, поднимали. В самый ответственный момент труп вынырнул. Это был лишь первый дурной знак. На следующий день при совершенно ясной погоде неожиданно задул сильный ветер. По воде побежали большие волны. Участники экспедиции решили не рисковать и свернули поисковую операцию. Я потом искал участников этой группы, никого не нашел. Я, значит, начал... Я году 2003-2004 в Комсомолку обращался. Я нашел в архивах публикации. Архив о том сгорел, к счастности, на улице Правда. А люди, кто участвовали в этой экспедиции, я никого не нашел. Из тех, кто приезжал в Казань в 1988 году, хотя не так много лет прошло, никого нет практически. Приехали! Двери не хлопай, студент! Это кадры со съемочной площадки фильма об озере Кабан. Обычная киносуета. Но кое-что осталось за кадром. Так съемочную группу буквально с первого дня стали преследовать неприятности. Большинство досадных помех в работе вполне можно списать на обычные случайности. На каждом кино случаются вещи, например, вот мы снимаем, и вдруг выключается свет. Да, просто вырубается генератор. И все говорят, о, ну сколько же можно, это колдовство. Ребята, разберитесь с генератором сначала, или привезите другой, здесь нет волшебства. Но это было не все. В первый же день у одной из актрис случился приступ аппендицита. Вскоре неизвестные избили оператора и одного из актеров. Травмы, переломы, падения случались ежедневно. А самое страшное началось после съемок. Проклятие озера словно преследовало тех, кто потревожил нечто, таящиеся на его дне. У нас, значит, был такой художный декоратор Морис Циклаури. Вот, он работал в казанской части проекта. Это известный казанский скульптор, лещик по дереву. Вот, с ним случилось событие, которое, в общем-то, в рамке не укладывается. Тонкий, интеллигентный человек с тонкими руками, изысканными манерами. И вот однажды он бил, расчленил своего товарища. Объяснить, что с ним случилось, было, он не мог. Он только вот сначала, говорит, мы играем в нарды, а потом он уже по кускам разрезан. А вскоре пропала одна из актрис второго плана. Танцовщица Анна Юдина. Лишь спустя полгода выяснится, кто-то зверски убил ее. Неужели то же проклятие озера Кабан? Эти события охладили пыл кладоискателей. Мало охотников рисковать жизнью ради поиска вклада. К тому же его существование еще надо доказать. Это Лев Жоржевский. Казанский историк и краевед. Сейчас он покажет ориентиры, по которым нужно искать затопленное золото. Бело-зеленое здание на взгорке. Это бывшая инороческая учительская семинария. Еще один объект, который упомянут. Это корпуса Спартака. Обувного комбината Спартак. И еще лодочная станция. Правда, сам краевед в древнюю легенду не очень-то верит. Особенно в ту часть истории, где говорится об огромных золотых воротах весом в 5 тонн. Якобы защитники города тоже бросили их в озеро. Для того, чтобы переместить вот эти сокровища из осажденного города в Кабан, нужно было при замкнутой третьей, подчеркиваю, третьей линии осады, пронести их. Это более чем фантастично. И, конечно, Жоржевский не одинок в своих сомнениях. Другие историки вторят ему. Никакого упоминания о том, что казна была затоплена в озере Кабан, в письменных источниках нет. Существуют, в конце концов, песцовые переписные книги, достаточно древние, где озеро Кабан упоминается. Землеописания, которые проводились в России, они не за семью замками, они в архивах лежат, а значительная часть опубликована. Если вы хотите по документам архивным искать там клад, то вы просто зря потеряете время. И тем не менее, есть человек, который утверждает. С собственными глазами видел древний свиток с четкими инструкциями по поиску. Документ достался ему от отца, а отцу – от деда. Евгений Коргин полжизни потратил на поиски клада. В момент получения свитка отец мне сказал, что на данный клад наложено сильное заклятие. Я сначала не верил в это дело, но впоследствии ни раз, ни единожды на себе все дело испытал. Также я слышал, что на озере Кабан было очень много желающих поднять этот клад неофициально, но они были наказаны, то есть многие погибали из них. Евгений уверен, охотники за сокровищами терпели неудачи и погибали, потому что не знали, как снять страшное заклятие. В древнем свитке было четко указано, кто и каким способом сможет поднять сокровища и не погибнуть. В момент передачи этого свитка отец меня предупредил, что, значит, должно обязательно выдержаться условия для поднятия этого клада. Деньги необходимо заработать самому, то есть не занимать, не воровать, ничего. То есть честным путем заработать деньги и на эти деньги только поднимать вот этот клад. Евгений пытался заработать деньги на поиски клада с помощью изобретательства. Сконструировал целый ряд уникальных вещей. Веломобиль, электроконьки, противоугонное устройство. Но все это оказывалось пустой тратой времени и сил. Последней каплей стал пожар в мастерской изобретателя. Сгорело все. Самое главное, в огне пострадал сейф, в котором Каргин хранил заветный свиток. Но Евгений все-таки сумел преодолеть обстоятельства. И сегодня он готов к завершающей фазе поисков. Исследователь сконструировал специальное устройство для определения точного местонахождения сокровищ. В данном контейнере находится тот прибор, с помощью которого мы в августе 2019 года определили местонахождение ханских сокровищ озера Кабан. Сам прибор сейчас находится на модернизации. То есть мы стараемся из 20 килограммов сделать по хотя бы 15 килограммов, 5. Все-таки 20 килограммов таскать это многовато. Люди от науки по-прежнему сильно сомневаются в успехе мероприятия. Это легенда. На мой взгляд, абсолютно недостоверна. И искать на дне этого озера какие-то обильно там уложенные золотые предметы не стоит. Этого там не найдут. Но энтузиаст как никогда уверен. Совсем скоро он найдет заветный клад. Мы нашли местонахождение данного клада. Сто процентов, что что-то находится на дне озера, я дать не могу. Я говорю, это может дать только Бог. Но на 99,9% я утверждаю, что там что-то есть. Потому что по показаниям прибора, по которому мы работали, мы однократно можем сделать вывод, что там что-то есть ценное. Он даже получил благословение на поиски от местного духовенства. Теперь никакие заклятия ему не страшны. Он выполнил главное условие древнего свитка. Честно заработал деньги и совершил благое дело. Евгений, он, будучи изобретателем, значит, он содержал еще параллельно детский картинговый клуб. Собственно, на развитие этого картингового клуба ему нужны были средства. И главное, Горгин пообещал, ни копейки изнайденного он не положит в свой карман. И то, что именно ему удается то, что не удавалось никому другому, тоже не просто так. Я буду идти до конца, потому что, говорю, те процессы, которые мы должны были сотворить, то есть все эти проекты, все это нужно для детей. То есть деньги, которые, значит, мы все-таки получим, они не пойдут лично мне в карман. Я никогда не жил ради денег, то есть я всегда жил ради коллектива, ради общества, ради детей. Поэтому, говорю, я все деньги вложу в именно эти предприятия. У Каргина немало сочувствующих. Продюсер фильма «Сокровище. Озеро Кабан» Андрей Николаев уверен, у кладоискателя все получится. Это озеро и эти сокровища, ценности, или что-то там находится, еще ждут своего часа. Их что-нибудь что-то случится, их найдут, скорее всего, и станет золотом трубой. Короче, золотом трубой. В 90-е годы казанский предприниматель Сергей Шашурин потратил миллион долларов, пытаясь найти древние сокровища. Сколько будет стоить новая экспедиция? Неважно, считает Евгений Коргин. Он не сомневается, именно его путь единственно верный. И кто знает, может быть, уже совсем скоро мир потрясет сенсация об открытии тайны озера Кабан. Возможно, ждать осталось недолго. Смотрите далее. Его видели все. Но что на самом деле произошло в уральском небе? Это был объект рукотворный, который шел в нашу атмосферу. Куда исчез Челябинский метеорит? И был ли он вообще? Пока нашли камешек только весом до 2 килограммов. Весь вот этот метеорит весил до 100 тысяч. Легенда 144. Звезда и смерть знаменитого самолета. Можно его назвать чудом света, потому что он получился очень удачным. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В конец света, который якобы предсказали индейцы майя, поверил каждый десятый житель Земли. Апокалипсис был назначен на 21 декабря 2012 года. Но вселенской катастрофы не произошло. Тем не менее, уфологи, прорицатели и даже некоторые ученые продолжают утверждать, что нас ожидает гибель цивилизации. Своего рода репетиция одного из возможных вариантов произошла в феврале 2013-го. И в ней многое неясно до сих пор. Пресс-конференцию прерывает странный звук. Сенсационные кадры того, что случилось в Челябинске 15 февраля в 9.20 утра по местному времени. Они заставили задуматься о том, насколько хрупка планета Земля. Вот что рассказывает очевидец событий. Какое-то тело, да, в сторону Челябинск-сити. Потом, ну, вспышка такая интересная. Ну, сначала фейерверк, а потом смотрим, такая свет, как будто ракета. Ну, и потом, где-то через пару такой взрыв, окно вылетело. Здание, там, чай, хлеб, все то, что полетело. Я подумал, метеорист упал. Выбегали, стучали в двери, там, кого видели потерянными. Ну, кричали на них, так сказать, чтобы они выбегали, там, чтобы не было какой-то паники. Мы насчитали только в нашем общежитии около 130 выбитых окон. Вот. Потом, естественно, помогали убирать осколки, то есть все прочее. Вот. А потом уже вставляли. По оценкам как наших ученых, так и специалистов НАСА, в Челябинской области было зафиксировано падение метеорита диаметром чуть больше 15 метров. Он начал входить в плотные слои атмосферы, и где-то на высоте, там, порядка 30 километров, его кинетическая энергия превратилась в волновую энергию. Вот эта вся энергия обрушилась на Землю. Причем энергия очень большая. Сейсмические станции зафиксировали магнитуду, там, 4 балла. Эта ударная волна воздействовала на поверхность Земли. А осколки уже полетели, они разлетелись, потому что метеорит разлетелся в воздухе. Это общепринятая версия происшествия. Но официальным данным поверили далеко не все. Особенно из тех, кто видел болид в небе над Челябинском. Что же это было? Космическое тело? Неудачные испытания военных? Или даже вторжение инопланетян? Сразу после Челябинского происшествия версии посыпались одна за другой. Метеорит, проходя в атмосфере, оставляет за собой широкий конический след газа, пыли и дыма. Это был объект рукотворный, который шел в нашу атмосферу. Уфологи утверждают, в небе над Челябинском был не один, а два объекта. На автовидеорегистратор отснят был момент, когда второй неопознанный объект сбивает первый. Если бы первый объект достиг точки своей траектории, то это была бы земная катастрофа, земного масштаба. Потому что точка, куда должен был упасть этот объект, было предприятие «Маяк» – хранилище радиоактивных отходов. 15 февраля 2013 года в 9 утра кое-кто из жителей Челябинска решил, что настал конец света. Неужели апокалипсис все-таки состоялся? Просто позже назначенной даты. Неужели тот, кто 21 декабря 2012 года всерьез ждал глобальной катастрофы, оказался прав? Во всяком случае, люди оказались не готовы к удару. Число скептиков резко сократилось. Если они вообще остались? Ну, вообще ситуация, конечно, не самая приятная. Я вам скажу, что раз уже такие вещи пошли, то, значит, надо вообще задуматься населению Земли о том, что мы, наверное, делаем что-то неправильно. Это такие, знаете, звоночки. Вот. И к этому надо отнестись, в общем, серьёзно. Известная певица Светлана Лазарева родилась на Урале. В Челябинской области и сейчас живёт её мама. Светлана сразу же позвонила ей, когда узнала о происшествии. Как она рассказала, вот этот шум, который сопровождает вот этот полёт вот этого, он какой-то, говорит, вообще вот ни на самолёт не похож, ни на ракету не похож, а он похож именно на звук этот, на какой-то вот скрежет со свистом, то есть такой страшный звук. Но почему астрономы не предупредили о приближении космического тела? Неужели в 21 веке люди не могут защититься от разрушительной силы метеоритов? Здесь очень сложная, в принципе, была ситуация. Вот этот осколок астероида летел со стороны Солнца, потому что его основная траектория болида, или суперболида, она была с юга востока на северо-запад. Естественно, со стороны Солнца там радиопомехи, световые помехи и так далее. Тем не менее, учёные называют произошедшее рядовым событием. Но если это так, то почему даже спустя значительное время остаётся так много вопросов? Самая большая загадка – место падения метеорита. На ледяной поверхности озера Чебаркуль образовалась геометрически правильная воронка. С ней тоже всё не так просто. Осколок упал в Чебаркульское озеро и вырезал, как по лекалу. Круг диаметром в 5 метров. Через полдня этот диаметр увеличился до 6 метров. Потом до 7. На третий день до 8 метров. Учёные никакого внимания обратили. Такого просто быть не может. Озеро Чебаркуль – водоём неглубокий, максимум 12 метров. Казалось бы, зная место падения, найти над ним метеорит при современных средствах погружения – задача простая. Но гость из космоса будто испарился. Пока нашли камешек только весом до 2 килограммов. Там 1,8, что ли, десяток килограмма. Больше пока ещё не нашли. Хотя предполагается, что весь вот этот метеорит весил до 100 тысяч килограммов. В середине февраля 2013 года яркие болиды были замечены не только над Челябинском, но и над Башкортостаном, над Японией и на Кубе. Такого количества метеоритов за одну неделю астрономы не наблюдали никогда. Или это всё-таки что-то другое? У нас есть представительство в Челябинске, у нас прошли очевидцы в качестве пациентов, которые наблюдали последствия этого взрыва. Осколки горели, как горит магний. Магний в своё время применялся у нас в авиационной промышленности. И многие мальчишки того времени таскали разбившиеся детали, куски и поджигали. Вот так догорал объект, который был сбит на Челябинске. Сразу после происшествия в Чебаркульском районе местные жители стали обращать внимание на необычные явления. С берегов озера исчезли птицы, резко ухудшилась сотовая связь, кое-кто слышит странные голоса. И даже бурые медведи в Челябинском зоопарке вышли из печки из-за страшного шума. Сто процентно научного объяснения этим странностям пока не существует. Значит, возможны варианты. В том числе и самые фантастические. Мне достаточно было увидеть на этот лёд, на эту полыню, которую он образовал, чтобы сразу сказать, не глядя в небо, что летел гравиболит. Гравиболит в терминологии инженера Черняева – плотное каменное образование с отрицательным гравитационным зарядом. Оно вырывается из-под земли и оставляет после себя воронку. Они бывают разные. От яблочко до десятков и сотен километров. Сейчас Земля движется к Солнцу. Земля сжимается. Все, которые раньше медленно ползли, сейчас скорость своё движение в Земле увеличили. Их будет нам в ближайшее время скакивать десятками. Но серьёзными учёными гравиболиды не признаются. Такую гипотезу считают антинаучной. Астрономы уверенно заявляют. На Челябинском взорвался именно метеорит. Что характерно для этого метеорита, метеорит оказался каменный. Там есть следы ещё космического соударения. Один астероид ударился от другого, и вот этот осколок выскочил. Астероиды вот такого типа, такие обыкновенные хондриты, они присущи семейству Аполлона. Это астероиды, которые вращаются между Юпитером и Марсом. Но если это явление изучено, и метеориты падают на Землю с определённой регулярностью, почему до сих пор нет средств защиты? Или хотя бы предупреждение о приближении небесных тел к нашей планете? Мотосеть должна быть приборов, которые постоянно следят за небом. И космические приборы, которые тоже должны отслеживать. Вот американцам удалось, например, с геостационарного спутника заснять вот пролёт, уже пролёт Телябинского метеорита. Но его никто не зафиксировал до этого. Наблюдение таких тел – задача очень сложная. Известен один случай, когда метеорит был обнаружен за сутки до входа в атмосферу Земли. Это произошло в октябре 2008 года. На территории Индийского океана и Восточной Африки в атмосфере Земли сгорел довольно крупный метеорит. Диаметром примерно 5 метров. Но то, что его заметили ещё до вхождения в плотные слои, скорее исключение, чем правило. Телябинский объект никто не заметил. Впоследствии нас опубликовали якобы снимки, но это уже с орбиты, прохождение этого объекта в нашей атмосфере. На Земле никакие установки не сработали. То есть наша цивилизация полностью беззащитна от внешних вот таких воздействий. 35 лет назад, глубокой ночью в небе над Петрозаводском, появился светящийся объект, очертаниями напоминавшие гигантскую медузу. Сотни людей внезапно проснулись от чувства тревоги. Очевидцы рассказывали, что с неба шёл светящийся дождь. Спустя несколько часов медуза превратилась в светящийся эллипс и стала удаляться в сторону Онежского озера. После этой световой феерии в окнах многих домов Петрозаводска появились странные сквозные отверстия. Экспертиза установила, что их прожгли какие-то лучи. Интересно, что большие светящиеся объекты в тот день видели также в Ленинграде и в Хельсинки. Неопознанные летающие объекты видели пилоты двух авиалайнеров. Оба сообщили об этом наземным службам. Но радары ничего не зафиксировали. Петрозаводское чудо дало старт масштабной программе по изучению НЛО. Сетка. Её целью стала защита неба Советского Союза от инопланетных вторжений. Этот проект, собственно говоря, родившийся на бумаге, к сожалению, так, в общем-то, и остался. И остался он, как ни странно, на бумаге, в общем-то, по вине самих военных. Подавляющее большинство таинственных случаев, зафиксированных в рамках программы Сетка, удалось объяснить естественными причинами. Но кое-что так и осталось загадкой. Разработки, конечно, есть. Конечно, сначала они идут из технически более развитых стран, в частности, из того же США. В США уже есть наблюдательные сети, например, сеть «Панстарс». Это сеть телескопов, которые постоянно мониторят практически всё небо на предмет обнаружения новых объектов. Плюс у них есть программа «Космическая стража». Челябинский феномен вызвал новые разговоры о планетарной защите. Вице-премьер Дмитрий Рогозин предложил создать международную систему антиастероидной безопасности Земли. Рогозин говорит, что, в принципе, нужно переходить на разработку программы по защите россиян от космической угрозы. И что всё это будет стоить на протяжении 10 лет порядка 50 миллиардов рублей, то это колоссальные средства. А здесь, примерно, посчитали экономисты, какой урон этот метеорит принёс Челябинск, ну, порядка 1 миллиарда рублей. По мнению учёных, ещё большую опасность, чем астероиды, представляют кометы. Траекторию их полёта вычислить практически невозможно. То есть появляется некое тело, которое, в общем, о котором никто никогда не знал. Оно вбрасывается во внутренние области Солнечной системы. И вот оно до нас путешествует, мы его засекаем там за какой-то короткий срок, ну, до возможного столкновения. Одна из версий Тунгусского происшествия – обломки кометы. От него не нашли там ни остатков, ничего. Но разрушение-то оно произвело гигантские. То есть цифра в 50 мегатонн – это, в общем, гигантская цифра. Взрыв был колоссальный. Пока, как признаются сами учёные, отечественные средства прогнозирования и защиты от небесных тел настолько слабы, что для исследований метеоритов проще использовать так называемую «народную астрономию». Так это было в случае с Челябинским метеоритом. Заслуживающая внимания тема, она, в общем-то, отдана на откоп любителей. То есть практически перед сегодняшними уфологами, ну, стоит задача, грубо говоря, сбора случайной информации. У них свои гипотезы есть. Любители тоже, потому что они в основном ищут эти осколки для того, чтобы дорого продать, потому что один грамм вещества стоит порядка двух тысяч рублей. Ну, представьте, если падало порядка ста тысяч тонн, то можно и подзаработать. Есть люди, которые считают это событие предвестником глобальной катастрофы. Из этого же ряда странное свечение над Челябинской областью 16 июня 2013 года. Это явление пока не получило объяснения. Да и то, что случилось над Челябинской областью февральским утром 2013 года, изучено не до конца. Неужели гипотеза об инопланетянах – это правда? А что думаете вы? Смотрите далее. Его называли «самолетом будущего». Можно его назвать чудом света, потому что он получился очень удачным. Почему его первый полет закончился катастрофой? Было желание побить все-таки «Конкорд», показать, насколько советская авиация лучше. И какую роль сыграла ручная кинокамера? Она у него выпала и попала в ручку управления, помешало ему взять вовремя на себя. Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 1973 году полет инженерной мысли советских авиастроителей закончился необъяснимой и по сей день катастрофой. На авиасалоне в Лебурже разбился первый сверхзвуковой авиалайнер – Ту-144. Версий катастрофы множество, но главное остается одна – человеческий фактор. Легендарный Ту-144. Хищные, легко узнаваемые черты. Этот лайнер и сегодня невозможно перепутать ни с одним другим самолетом. На регулярных линиях он летал меньше года. За семь месяцев это чудо техники совершило 102 рейса, из них 52 – пассажирских. Но этот проект советских инженеров многие до сих пор считают вершиной авиационной конструкторской мысли и дизайна. Кара и специалисты, работающие на нем, в значительной мере работали даже не за деньги, а за идею. Потому что все, что было с ним связано, это было уникальное. Ведь благодаря этому самолету было освоено огромное количество технологий, которых до этого самолета просто не было. Для изготовления Ту-144 были созданы специальные композиционные материалы. Впервые в гражданской авиации использовали титановые сплавы. Их скрепляли уникальными герметическими пастами, которые выдерживали запредельную нагрузку. Машина была рассчитана на сверхзвуковую скорость и почти космическую высоту. Для этого самолета была эта трасса отработана. На высоте от 10 до 12 тысяч метров мы на сверхзвук переходили. А дальше уже на сверхзвук на скорости 2,2,2,2,2 километра в час весь маршрут проходили. До этого момента ни один гражданский самолет не поднимался так высоко и не летал с такой скоростью. Разработка и испытательные полеты Ту-144 продолжались 10 лет. Не каждый металл на такой скорости выдержит разогрев и не расплавится и не загорится от таких скоростей. Не каждый двигатель разгонит аппарат весом в десятки тонн до таких скоростей. Какая нужна была специальная система кондиционирования, чтобы на скорости 2500 км в час, на высотах 12-15 км обеспечить комфортный воздух для пассажиров, который чувствовал себя ровно та же комфортно, как и на земле. В Советском Союзе давно были одержимы рекордами дальности авиаполета. При этом перед конструкторами ставили задачу. Самолет должен быть гражданским и перевозить на борту пассажиров. Как можно дальше. Потому что наши друзья и соратники раскиданы по всему миру. Одним из чудо-лайнеров стал Ту-114. Турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолет. Первый полет мы делали в Америку. На борту был Итуполев и правительственная делегация. В это же время он слетал в Китай. Ну а дальше он 15 лет эксплуатировался и ни одной катастрофы не было. Ни одного пассажира не убили на этом самолете. Под этот самолет перестраивали аэродром. У него только разбег 2 с лишним километра. При полной загрузке. Современный мир жил все быстрее. И от авиаконструкторов стали требовать увеличение скорости. В новом лайнере Ту-144 все было по-другому. В процессе испытаний самолета, в процессе его создания приходилось решать очень много проблем. Но существует мнение, что если на самолете больше 20% ношеств, то судьба самолета достаточно печальная должна была быть. На этом самолете было ношеств на не менее 80%. Инженеры и конструкторы постоянно модернизировали и улучшали машину. Слишком многое было поставлено на карту. И прежде всего престиж страны. И когда доходит дело до первого полета, экипаж уже не имеет никакого сомнения. Я не знаю ни одного случая из наших тысячи самолетов, которые первый раз летали на первом полете. Взгляните на эту необычную деталь Ту-144. Небольшие крылья в носовой части самолета. Изобретение советских авиаконструкторов позволило не только улучшить маневренность машины, но и дало возможность обойтись без постройки новых взлетно-посадочных полос. Обычные аэродромы, московские и других наших больших городов, этот самолет спокойно мог садиться. Он и в Новосибирске садился, и в Ташкенте, и в Бешкех, Фрунзе, и в Хабаровске. Вот эти крылышки, они решили эту проблему. Они, значит, выпускались только во время взлета и посадки. Это, вообще говоря, уникальная разработка нашего КБ. 3 июня 1973 года на 30-м международном авиасалоне Ля Бурже во Франции был запланирован первый публичный показательный полет Ту-144. И он стал первой катастрофой сверхзвукового лайнера. На глазах сотен тысяч зрителей самолет внезапно перешел в пике, а через несколько секунд развалился в воздухе и упал на расположенные под ним жилые районы. В катастрофе погибли 14 человек. Расследование началось в этот же день и сразу столкнулось с препятствиями. Оказалось, что бортовые самописцы не были включены. Осциллографные регистраторы восстановить не удалось. Был уничтожен также и аварийный речевой регистратор. Французско-советская комиссия работала по видеозаписям и фотографиям. Материалы расследования до сих пор остаются засекреченными. Официальная версия гласит, самолет не мог разбиться из-за неполадок оборудования. Здесь, конечно, ключевую роль сыграл человеческий факт, безусловно. Технические, конечно, недоработки были, но в данном случае это не было связано с этой аварией. Правительство СССР торопило конструкторов. В стране Советов необходимо было продемонстрировать, что у нас самая передовая техника. Шло соревнование ведь между нашей страной и вот франко-английской компанией, которые создавали самолет «Конкорд». И правительством нашей страны поставлена задача сделать вылет первого сверхзвукового пассажирского самолета, которого до сих пор не было в мире, первыми. И все было поставлено на то, чтобы мы опередили француза. Возможно, поэтому самолет вышел на старт с некоторыми недоработками. К тому же, во время показательных выступлений, летчику Михаилу Козлову отдали приказ добавить в шоу неотработанную фигуру высшего пилотажа. Очень может быть, что именно этот элемент и стал роковым для Ту-144. И тогда, значит, трудно сказать сейчас, кто принял решение. Но я слышал о том, что Миша Козлов не очень соглашался с этим делом. Это командир корабля. Но там был и министр, там был и замминистра, там был главный конструктор Туполев. Кто принял решение добавить вот этот маневр, на котором они разбились, об этом умолчают, никому ничего, никто не рассказывает. Авиационный инженер и летчик-испытатель Степан Микоян уверен, Михаил Козлов не сумел вывести самолет из пике вовсе не потому, что он был неопытным пилотом. Просто на таком лайнере даже не отрабатывали многие элементы пилотажа. Когда он сделал горку, там градусов 60, наверное, я не знаю, он потерял горизонт, он его не видел. Это очень непривычная вещь, не видеть горизонта. Вот это вот, я свои соображения говорю, они в официальной версии нигде не фигурируют. Вот. И он, ну, как бы не то, что испугавшись, но принять меры, он сильно отдал от себя штурвал. И самолет, а самолет такой схемы, Писхорская, вот схема этого самолета, он охотно реагирует на отдачу рулей от себя. И менее охотно на себя. И вот когда он сильно энергично отдал от себя, самолет перешел почти в вертикальный пикир. В материалах официального расследования упоминается и еще одна деталь. В кабине летчиков во время полета была кинокамера, на которую снимал полет Владимир Пендеров, заместитель генерального конструктора. Пендеров, который сидел там между летчиками, что у него была кинокамера в руках, и вроде она у него выпала и попала в ручку управления, помешало ему взять вовремя на себя, и он опоздал с этим выводом. Может быть, но может быть и без этого. О киносъемке попросили представители местного телевидения. Может быть, поэтому французская сторона разделила вину за катастрофу. И еще по одной версии Ту-144-му помешал самолет «Мираж», который вел съемку авиашоу на высоте. Предположение, что прилетел некий самолет на большой скорости, на малой высоте, а это огромная турбулентность воздуха, огромная турбулентность воздуха, которая могла повлиять отрицательным образом на полет этого самолета. Но официальные данные этот факт отрицают. «Мираж» летел рядом и не пересекал траектории советского лайнера. А вот наши асы рисковали. И, похоже, именно за это и поплатились своими жизнями. Было желание побить все-таки «Конкорд», показать, насколько советская авиация лучше. Такая тяжелая машина, все-таки сваливающаяся в пике, наверное, это почти невозможно ее оттуда вывезти. Завеса секретности породила массу версий о причинах авиапроисшествия в Лебурже. Сегодня по-прежнему остается неизвестным, с какой начинкой прибыл на авиасалон Ту-144. Ну, вообще, самолеты строили всегда хорошие и не хуже американцев. У нас вот хуже была электроника. Правда, у нас в последнее время были неплохие двигатели. Но в основном самые лучшие двигатели были в Англии. Но в целом самолеты мы строили хорошие. На уровне. Катастрофа нанесла серьезный удар по престижу советского авиапрома. И все-таки сверхзвуковой лайнер начал выполнять рабочие рейсы. В ноябре 1977 года он впервые перевез пассажиров по маршруту Москва-Алма-Ата. К тому времени катастрофа в Лебурже забылась. И самолет, казалось, получил второе рождение. Это самый интересный самолет, на котором я, в принципе, летал. Все другие самолеты, они гораздо проще. А этот самолет, он как ракета. Ну, пока, старик. Увидимся. До свидания. До свидания. Но неожиданно сверху пришел приказ. Сверхзвуковой проект закрыть. Возможно, свою роль сыграла вторая катастрофа с участием Ту-144. Во время испытательного полета в мае 1978 года загорелись двигатели. Летчики-испытатели посадили пылающую машину прямо в поле недалеко от подмосковного Егорьевска. На современном самолете, да еще сверхзвуковому, у которого посадочная скорость очень большая, садиться в поле, это была, конечно, исключительно трудная задача. И они сравнительно благополучно сели, что вот только двое, которые, кстати, стояли там за летчиками, не сидели привязаны в креслах, вот они погибли. Самолет полностью сгорел. Руководители страны в один день сняли Ту-144-й с производства. На верху решили закрыть проект, поскольку побоялись трудностей, которые могли быть. Впрочем, сегодня специалисты говорят, куда более вероятно другая причина – экономическая. Стоимость полета очень высока, ну, учитывая все затраты и строительство и так далее. А эффект не очень большой. Ну, вот этот англо-французский-то самолет, он очень много летал, поэтому он себя окупил. И там очень дорогие билеты были, и летали в Америку многие на этом свалюте. Он себя окупил, а наш бы никогда не окупил. Его строили только, чтобы вот опередить. Спустя несколько десятилетий Ту-144-й по-прежнему вызывает неподдельный интерес у любителей авиации. Он был выставлен в 2007 году на Максе. И это был самый посещаемый борт из всей экспозиции, которая была на Максе. Туда люди стояли по три более часа, чтобы попасть на этот борт. Много зарубежных посетителей было, которые восхищались российской авиацией. Можно его назвать чудом света, потому что он получился очень удачным. Самое удивительное – это последняя фраза официального заявления после расследования катастрофы в Лебурже. Комиссии и советские эксперты пришли к заключению, что причины катастрофы должны быть объявлены неустановленными, а дело закрыто. Это значит, что у исследователей не будет доступа к архивным документам. Мы так и не узнаем, почему на самом деле разбился первый советский сверхзвуковой самолет. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова